израиль войне летят тысячи просто ракета в ответ по боевикам хамаса конечно тоже прилетает бен ямин нетаньяху говорит что это не скалац это война невиданная расплата будет и знаете ольга вот эти кадры мы привычные для нас тоже к сожалению еще привычные кадры где боевики хамаса по животному издеваются над израильскими военными и под радостные возгласы все это делают пинают ногами и знаете где-то уже эти картинки окажется мне мы видели и сейчас мы видим как зло развязаны одними диктаторами но и она продолжает масштабироваться по миру его не остановить потому что от безнаказанности когда они видят а вот такие же подобные боевики уголовники то они продолжают это делать и в других уголках нашего мира вот теперь это израиль и так я думаю что путин сидит и потирает свои влажные мелкие ручонки ничтожные потому что ведь я теперь я теперь другой новый новый конфликт и пристальное внимание от украины будет смещено наверное от этого он выиграет от чего еще как вы полагаете и почему именно сейчас мы видим то что происходит с чем столкнулся израиль я никогда не думала что я когда-нибудь скажу про что-то другое что это наша война да потому что мне казалось что вот то что происходит в украине с украины да это наша война наша общая боль то что с нами на всю жизнь и никогда не уйдет а я думаю что это будет и в жизни детей внуков и правнуков это наша война это наша чудовищная трагедия и я вдруг поймался на мысли что смотрю на эти чудовищные картинки из израиля и у меня в голове то же самое ирин это это тоже наше это тоже наше мы же знаем сколько сколько в израиле наших и вы сейчас думать о тех своих родных и друзьях все равно у всех у нас кто-то в израиле есть коллеги и у меня есть и они израильтяне этот это наши и на них сейчас сыпется сыпется бомба и и я и вы мы думаем про железный купол почему не срабатывает все равно жертвы и все равно взрывается и всеми читаешь сводки где рванула сколько людей погибло кто погиб все время ищешь знакомые имена и радуешься что не находишь а когда помните очень многие умные люди когда их спрашивают про то как будет развиваться события на войне с россией украины очень многие говорят но это израильско-палестинский вариант мы такое ощущение смотрим в наше будущее что ли это вот это вот оно да это то в чем мы будем жить при благоприятном развитии событий это вот оно да это вот давайте скажем честно что-то произошло из одного человека в мире да на свете из-за путина да опять же многие умники говорят что на его месте мог быть кто угодно это было объективное историческое развитие событий и на месте путина мог быть пупкин кто угодно да потому что там ушло потому что украина вырвалась на свободу и шла на свободу с гордоподнятой головой а россия не могла на это смотреть да возможно возможно но это все равно сослагательное наклонение все равно сослагательное наклонение все равно в отличие все таки от израильско-палестинского конфликта которым он 2000 лет мы можем говорить что мы знаем имя зла это зло путин и то что происходит сейчас это тоже имеет имя да путин не имеет к этому может быть непосредственно отношения но то что то что нынешняя ситуация в израиле это в том числе в том числе связано с украиной да действительно очень многим выгодно очень многим чтобы внимание было отвлечено сейчас на израиль и палестину это выгодно в америке выгодно это выгодно россии путину выгодно это очень многим выгодно это не выгодно нам с вами не выгодно украине и уж конечно это не как не выгодно израильтянам которых да ради бога не обращайте внимание просто прекратите убивать вот в такой в такого 21 веке конечно не знаю я не ожидала жить я вчера разговаривала с со своим сотрудником молодым человеком 25 лет ваней он уехал он живет в берлине он уехал от войны его родители уехали в израиль они в израиле а он четвертое поколение ему не хватило документов и поэтому он живет в берлине он конечно он антипутинский и конечно он про украинский у него девушка одесситка и мы совершенно не об этом говорили мы говорили даже не о будущем а о том что вот ваня у тебя будут дети какие дети вот кто кто сейчас здравыми твердой памяти вообще решится заводить детей сейчас нельзя никому заводить детей потому что вот мир в такой ситуации нет я не child free просто я ответственный человек и я понимаю что сейчас дети этому миру не нужны а я очень хорошо знаю родителей ваня говорю ваня как же тебя родили 25 лет назад думаю что будет другое будущее а солдат сейчас ты ты солдат получается что никому никогда больше нельзя рожать зря вообще рожали двадцать двадцать пять тридцать лет назад получается во всех странах мира получается так то есть мы сейчас стоим перед вопросом а вообще будущее то есть судя по опросам в россии сегодня только смотрела свежие опросы и слушала комментарии социологов у михаила фишмана в аналитике и обнаружила что россияне все больше и больше не охотой обычные россияне обычные которые живут в россии не говорят о будущем просто избегают этого говорить не видят своего будущего за путина не против путина а у них нет будущего они она очень туманно они не хотят об этом так черт я не хочу об этом вроде как я уже совсем корнями то не связано там не банковскими счетами ничем не недвижимостью с россией то есть это мы с вами мы с вами мы с вами мы наше поколение ваше поколение мое поколение 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 старше создали вот такой мир которым люди боятся думать о будущем что мы с вами можем сделать мы с вами такие маленькие люди мы не то что не там ни президента не примером там даже не видны члены каких-то политических партий да ничего мы не можем сделать вот поэтому и дошло потому что мы доверили свое будущее политикам украина пошла по другому пути и вот не потому что вот результат того что украина пошла по другому пути нет 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 потому что другие не могут допустить этого чтобы украина вырвалась из-под гнета политиков даже президента себе выбрали не политик первые часы начала войны в израиле мир просто молчал молчит да мы конечно услышим обеспокоенность а о том что это все ужасает мы это услышали например от координатора миссии гуманитарной оона которая приехала в населенный пункт гроза где путинская ракета уничтожила на харьковщине просто половину этого поселка местных жителей их там оставалось чуть больше ста после начала полномасштабное вторжение ну вот 52 человека из них больше нет и денис браун приехала представительница он приехала да говорит страшные вещи страшные вещи происходим и видим грубое нарушение международного права да в то же время ройтер спишет что возможно у россии есть шанс и вернуться в совет по правам человека организации объединенных наций конечно мы уже не будем 155 раз говорить о никчемности этой самой организации но в целом как вы думаете а здесь мы увидим какие-то решительные действия со стороны мирового сообщества касательно того что разворачивается сейчас в израиле я думаю что нет я думаю что нет мы вошли в период собственно политических на у всех выборы у байдена выбор у трампа выборы у путина выборы в украине и все будут использовать все будут использовать то что происходит войну так как и надо вот собственно вот собственно все могут быть решительные действия не решительные действия это все не будет иметь к гибели людей никакого отношения слишком мы с вами хорошо поняли на собственной на собственной шкуре на собственной жизни что такое что такое война мать родна мы к сожалению увидели с вами не в учебнике истории она самих себе как люди которые вроде бы выросли с фильмами песнями с убеждениями что самое дорогое что надо беречь это мир самое страшное что может быть это война вдруг начинается обживаться обживаться в войне вживаться нет можно не поддерживать войну но при этом получать какие-то военные пособия какие-то военные заказы я не знаю быть братом человека которого большой большой кусок например восстановление так называемого мариуполя ну например он же не сам да это просто ну все в семью и потом это же не война это же мир наоборот восстанавливать это же совсем же другое дело и как больше и больше людей становится заинтересованным в этом бюджет тюремного ведомства россии увеличен аж на 30 процентов сразу потому что очень срочно хотят построить 28 тюрем на оккупированных территориях но потому что же нужен же там какой-то порядок вот тюрьмы строим хорошо заказы это же не разрушать какое-то ведь отношение к войне строится 28 тюрем на оккупированной территории да ну что вы это же мирное строительство совершенно необходимая инфраструктура городской и районной потихонечку потихонечку практически все общество втягивается в войну и начинает быть заинтересованным если люди до сих пор в россии помнят глубинки я посмотрю другой социологический опрос ученого по фамилии чернышов он был недели три назад сделан я все до сих пор его внимательно изучаю очень интересный в глубинной россии что люди в глубинке оказывается до сих пор помнят как много лет назад уже наверное четыре или пять лет назад им дали на каждого несовершенного летнего ребенка который в школу по 10 тысяч рублей на сборы в школу они это помнят до сих пор вот это все а то что например благотворительные фоны там существуют и собирают детей в школы там лишенных родителей там лишенных элементарных средств существования которые еле сводят концы с концами ну нет это не помнят а тут и путин дал путин дал и помнит вот такие вещи а сейчас уж тем более на войне когда есть гробовые есть деньги на раненых и одессильчане видят как вернулся парень из фронта был зэком был пропойцы был позором села сейчас тоже все пропил но успел свозить родителей на море ну вот какой хороший сын какой молодец а это же тоже война за каждым этим ой поступком сыночка который вот свозил стариков родителей на море первый раз жизни какая прелесть казалось бы какое имеет к этому отношение убиты украинские дети это прямое прямое отношение к этому имеет